Гастрономический цифровой гид по дальневосточной кухне запустила компания МТС. Туристы, приезжающие в Приморский край, получат СМС со ссылкой на гид. Путеводитель рассказывает о ключевых продуктах и блюдах дальневосточной кухни. Теперь намного проще узнать, где стоит попробовать сырой гребешок, севичи из трубача, жареный папоротник и другие местные деликатесы. Мы уникальны тем, что у нас наше меню основано на том, что мы готовим исключительно морепродукты. Это 90% нашего меню это морепродукты, морепродукты, которые дает нам наше море. Соответственно, мы готовим не только крабов и гребешков, как стереотипно это уже с дальним устойком ассоциируется. Мы готовим также ламинарию, мы готовим трубача, мы готовим разные моллюски, их очень много. Туристам мы можем предложить очень много блюд, также из морепродуктов, из локальных продуктов Дальнего Востока, именно Приморского края. Обязательно вы должны помимо попробовать свежего гребешка, также еще и запеченного гребешка. Попробовать осьминога обязательно, камбалу нашу Приморскую. Гастрогид представляет 70 заведений Владивостока разной ценовой категории. Это рестораны с панорамным видом на море, уютные кофейни, пит-стопы для автопутешественников, гастрономические пространства и фудкорты. Сейчас мы понимаем для себя, что для нас необходимо. Первое, это вкусно, это российское, дальневосточное. Не важно, может ресторан быть там японской кухни, но в нем есть региональный гастрономический продукт. Не важно, какая у него направленность бизнеса, но региональный гастрономический продукт, который он продвигает, это является нашей основой. Здесь нет того, что мы должны взять именно самый лучший ресторан или самый худший ресторан. У нас этого понимания нет, у нас все равны. И мы берем, не важно, то есть это будет там ресторан, в котором идут там смокинги и в больном платье, или вы просто подъезжаете на машине, или на улице вы берете уличную еду. В путеводителе можно найти советы и рекомендации как в области гастрономии, так и в целом по отдыху в Приморском крае. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на восьмом.